Сразу хочу сказать, что тема очень спорная, а поскольку она спорная, она вызовет много вопросов, но собственно это и рассчитано. Именно поэтому мы выбрали несколько нестандартный подход к демонстрации, чтобы, может быть, было интереснее смотреть. Итак, химинфузия через систему порткатетера лечения гепсулярного рака, за основу мы взяли фильм, который наверняка все смотрели, вспомнить все 90-го года, потому что у меня такая ассоциация возникла, это был один из первых фильмов, которые мы увидели на видео в свое время. Так вот, прошлое или будущее, и если проводить аналогию, то вот можно представить то, что я сейчас хожу, вот так на меня будут смотреть клинический онколог, занимающий химиотерапией гепсулярного рака и интернационный радиолог, каждый задавая справедливый вопрос, веришь ли ты во что-то то, что известно или же ты не веришь. Сразу предупреждаю, там был такой таксист, помните, он говорил, что я же свой, я верю, я верю в трансартериальную химилизацию, верю в лекарственную терапию, вот я такой же, как и вы. Ну а потом оказалось, что есть нюансы, а нюансы эти заключаются в чем? Они заключаются в следующем. Если посмотреть, вот я на днях сделал запрос по обмеди по теме, по ключевому поиску гепатикатери инфьюжен химиотерапии, гипотцеллер и карцинома, посмотрите, как растет интерес и число публикаций увеличивается, особенно последние три года. Как правило, если, ну то есть два раза увеличилось за последние три года число публикаций ежегодных, а когда такое происходит, то очевидно, что тема какая-то представляет определенный интерес, во всяком случае для научных исследований. Ну и вот этого главного героя как-то спросили, там что-то новенькое, голубое небо на Марсе, и давайте посмотрим, что мы имеем на сегодняшний момент по химиинфузии. Какова роль химиинфузии в печеночную артерию в лечении гепцеллерного рака, назовем это HIPAA. И мы посмотрим, что в рекомендациях, мы уже говорили сегодня много о различных видах и радиомболизации, и химиомболизации, и лекарственного лечения, и даже симптоматическое лечение, но химиинфузии печеночной артерии ноль, ее в принципе нет. И вот этот вот Куата, товарищ, он просил Дугласа Куэйда, который был главным героем, открыть свой разум для того, чтобы понять, о чем он думает. Поэтому постараемся шире посмотреть на эту проблему, потому что по факту голубое небо на Марсе оно появилось. Поэтому что говорят факты? Факты говорят нам о том, что вообще лечение гепцеллерного рака лукорегионара началось именно с химиинфузии. Это 1971 год. Положительные результаты были получены при химиинфузии. Там не только метастазы рассматривались, но и описано лечение гепцеллерного рака. Это первая статья с положительным результатом. Намного раньше было использовано, чем химиомболизация. Ну и касательно нашей страны, мы можем говорить о том, что в 2006 году в центре Гранова была публикация первая о использовании имплантивной системы порткатетер для химиинфузии печеночной артерии. Там речь шла о колоректальных метастазах. Но я почему это подчеркиваю? О том, что технология имплантации систем порткатетер в печеночную артерию через кожным доступом, она существует. Ее можно при необходимости использовать и внедрять. В том числе в лечение гепцеллерного рака. Что говорят факты? Факты говорят нам вот первое, что очень интересно. Данные, это 2018 год. Систематический обзор и мета-анализ по использованию адювантных химиинфузий после резекции гепцеллерного рака. И была показана достаточно высокая степень доказательности такого систематического обзора мета-анализа, что адюватная химиинфузия в печеночной артерии улучшает общую и безрецидивную выживаемость после резекции печени, особенно при опухолях более 7 см. Это по сравнению с пациентами, не получавшими никакого лечения. Двигаемся дальше. В 2020 году систематический обзор, сравнение было химиинфузии в печеночной артерии по сравнению с лекарственной терапией с сарафенибом при гепцеллерном раке с опухолем тромба в воротной вене. Авторы пришли к выводу, что химиинфузия в печеночную артерию превосходила терапию с сарафенибом в отношении как общей выживаемости, так и progression, free survival и других параметров, особенно при гепцеллерном раке с выраженным прорастанием в магистральной вены. То есть это опухоли тромб в воротной вене 3-4 типа. В 2022 году систематический анализ и метаобзор тоже очень серьезное исследование. Здесь авторы сравнили химиинфузию по сравнению уже трансартериальной химиобилизации при распространенном гепцеллерном раке. В 2022 свежие данные. И было показано, что химиинфузия значительно улучшает показатели выживаемости. Все показатели, в том числе и общей выживаемости, и progression, free survival у пациентов с распространенным гепцеллерным раком по сравнению с трансартериальной химиобилизацией. А вот это вообще интересная вещь, и это мы уже вот так можем поставить, пахнет революцией. Систематический обзор, метаанализ по сравнению с трансартериальной химиобилизацией просто при нерезектабельном гепцеллерном раке. Мы понимаем, что группа этих пациентов огромна. И вот здесь был сделан вывод, что в некоторой степени химиинфузия может быть лучшим терапевтическим методом пациентов с нерезектабельным гепцеллерным раком, чем трансартериальной химиобилизацией. Ну и еще более, на мой взгляд, интересно, это систематический обзор, метаанализ, сравнение химиинфузии с серафенибом по сравнению просто с лекацией терапией с серафенибом при распространенном гепцеллерном раке. Ну, мы понимаем, что серафениб – это наилучше всего изученная молекула, которая давно уже используется в практике. Но метаанализ и систематический обзор 2023 года. Так вот, было показано, что химиинфузии с серафенибом улучшают общую выживаемость времени до прогрессирования по сравнению с монотерапией с серафенибом с приемлемым профилем безопасности. Ну и вот, это уже, конечно, не метаанализ, потому что это более современные данные такого комбинированного лечения. Здесь использовалась индукционная химиотерапия в сочетании с инватинибом и ингибитором МПД-1 в лечении пациентов с опухолевым тромбом в воротной вене. И было показано, что вот такая комбинация является очень эффективной, безопасной в качестве индукционной терапии пациентов с гепцеллерным раком с опухолевым тромбом. То есть способствует переводу пациентов из нерезиктабельного состояния в резиктабельное. И вот еще одна интересная статья, тоже 2023 год, это совершенно свежая. Здесь использовалась химинфузия, анти-ПД-1, ПДЛ-1 иммунотерапия с таргетной терапией в лечении первичного нерезиктабельного гепцеллерного рака. И авторы тоже пришли к выводу, что комбинированная терапия дает более высокую скорость регрессии опухолей, а побочный эффект является управляемым. И пациенты, перенесшие операцию после комбинированной конверсионной терапии, имеют преимущество выживаемости. Интересная статья, и вот в связи с этим в общем-то встает вопрос, я этот уже показывал сегодня, можно ли вылечить гепцеллерный рак стадии BCLCB-3 суперселективной химилизации? Все узлы суперселективно невозможно символизировать. Но целесообразна ли химинфузия через артериальный порт? И на сегодняшний момент можно говорить о том, что химинфузия печеночной артерии через систему порт-катетер в сочетании именно системной лекарственной терапии представляется весьма перспективной стратегией лечения пациентов, страдающих гепцеллерным раком стадии BCLCB-3, то есть это множественные внутрепеченочные метастазы, и стадии BCLC, то есть пациент, имеющий макрососудистую инвазию. Поэтому будущее локорегиональной терапии может выглядеть так, когда и клинический онколог, и традиционный радиолог будут думать об одном и том же. Или это только сон. Как в фильме выяснилось, это был сон. Спасибо за внимание.